45-го президента США Дональда Трампа, баллотирующегося на новый срок, совершили покушение 13 июля во время митинга в городе Батлер в Пенсильвании. По версии ФБР в него стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс. При нападении Трампа ранили в правое ухо. Сотрудники секретной службы США прикрыли к собой бывшего президента и увели его со сцены. Трамп шел в окружение охраны, ударяя кулаком в воздух, так он сигнализировал своим сторонникам, что с ним все в порядке. В результате покушения погиб один из зрителей, двое получили ранения. Стрелка убили сотрудники секретной службы. Один из участников митинга в интервью BBC заявил, что перед стрельбой заметил человека, который полз по крыше с винтовкой. По его словам, он и другие посетители предупредили об этом полицейских, но те ничего не предприняли. Преступника, открывшего стрельбу, убили сотрудники секретной службы. Федеральное бюро расследований назвало имя подозреваемого. Да, это вот тот самый 20-летний Томас Мэтью Крукс. Пишет New York Times, он был вооружен полуавтоматической винтовкой IR-15 и вел стрельбу с крыши невысокого соседнего здания, расположенного примерно в 120 метрах от трибуны, на которой выступал Трамп. Крукс успел сделать 8 выстрелов. Уважаемые зрители, пишите в комментариях, что вы думаете, поскольку конспирологи действительно предполагают, что это могла быть постановка, мол, и заранее можно было приготовить что угодно, и краску, и кровь настоящую, в том числе и свою тоже раздавить пакетик с кровью в руке и выйти. Уж больно по-киношному получилось, говорят критики. Вот этот выстрел Трамп встает героически, его обхватывают вокруг эти охранники, и он кулаком показывает, я сильный, я все выдержу, я герой. Ну и, конечно же, люди любят жертв, поэтому предполагаю, что рейтинги Трампа в связи с этим покушением будут расти. Дмитрий, что думаете вы? Мы сейчас самым подробнейшим образом с вами обсудим эту ситуацию. Мне было 14 лет, в 1981 году, когда было предыдущее покушение на действующего президента Соединенных Штатов Америки, подчеркну, действующего, на Рональда Рейгана, на великого президента. Но сейчас ситуация, она характерна тем, что Дональд Трамп, бывший президент США, и баллотируется снова в президенты. Поэтому я приравниваю эти две истории. Я помню, как Рейган упал, как его тут же окружили сотрудники секретной службы. Ну, тогда, слава богу, все обошлось. Его ранили, он был ранен. Он выходил откуда-то, я даже видео помню это. До этого, конечно, приходит на ум история покушения на президента США Кеннеди, когда он с супругой ехали в машине, в Далласе, по-моему, стрелял Ли Харви Освальд, о котором мне рассказывал бывший представитель Верховного Совета Беларуси Станислав Станиславович Шушкевич покойный, который подписывал Беловежское соглашение. Я его как-то пригласил в Киев специально на интервью, посидеть, пообщаться. Он приехал, мы сделали интервью, потом я пригласил Леонида Макаровича Кравчука, и мы поехали в ресторан, и прекрасно провели время. Много часов сидели. И вот Станислав Станиславович Шушкевич мне рассказывал, что когда он работал на заводе в Минске еще, на этом же заводе работал Ли Харви Освальд. И Станиславу Шушкевичу, да, он приехал из США, и Станиславу Шушкевичу было поручено взять шефство над Ли Харви Освальдом. Очень интересная история. Да, значит, первое, по поводу инсценировки покушения. Я в это не верю. Я считаю, что это Соединенные Штаты Америки, ребята, хочу сказать тем, кто говорит о том, что там может быть инсценировка. Да там каждый миллиметр изучат. Там пулю сфотографировали, которая летит. Трампа. Пулю сфотографировали. Есть фото, да. Очень крутой фотограф, по-моему, из Ассошейдеда. Ну, это, Дмитрий, ну это удача. То есть, я не умоляю ни в коем случае фотографа, но это такое стечение. Сегодняшняя техника, сегодняшние возможности. Митинг такой. Там же много фотокорреспондентов. Видеосъемка ведется. Съемка скрытыми камерами ведется. Конечно, там снято все до мельчайших подробностей. И если бы это, не дай бог, оказалось инсценировкой, то вы что, был скандал бы такой. Никогда бы на это никто не пошел. Я уверен в этом. Поэтому, точно говорю, это не инсценировка. Это первое. Второе. Я посмотрел внимательно видео обращения этого парня, которого застрелили потом, который совершил покушение на Трампа. Мне наметанным глазом человека, который видел в своей жизни немало сумасшедших и близких к помешательствам, мне он показался человеком с явными психическими отклонениями. Теперь я вам скажу очень интересную вещь. Суперинтересную. В свое время один из руководителей КГБ СССР, повторяю, один из руководителей КГБ СССР, рассказывал мне, как устраняли неугодных в Советском Союзе. Ну, потом это продолжилось и дальше, в постсоветских республиках. Ну, и говорит, ну, допустим, есть задача кого-то там устранить. Ну, самый простой и безобидный способ. У нас всегда, говорит, в психбольницах руководство работало на нас, на КГБ. Всегда. Во-первых, карательная психиатрия, во-вторых, ну, мы контролировали это, он говорит. Выбирался объект в психбольнице, агрессивный, буйный. И с ним начиналась работа через наших людей, направленная на то, чтобы внушить ему чувство ненависти к какому-то объекту. То есть чувака использовали вслепую, тупо вслепую. То есть его накручивали, накачивали. Его накручивали, накачивали. И он был, условно, искренен в своих вот этих... Он был абсолютно искренен в своих порывах и шел убивать, кого надо было. То ли ножом, то ли бутылкой, то ли выстрелом, чем угодно. И когда он уже кого-то убивал, ну, как в песне у Высоцкого, ну, сумасшедший, что возьмешь. Поэтому я думаю, что версию о том, что этого парня кто-то подкрутил против Трампа, уже рассматривают. Спецслужбы США. Безусловно. Я сейчас рассказал очень интересную вещь, на самом деле, потому что мало кто знает, как это делалось раньше и убежден, делается и сегодня, через психически больных родителей. Теперь идем дальше. Я вам сейчас... Мне же дают много разных моментов, которые, когда спрашивают, откуда ты знаешь? Да, дают много чего, разные источники. Я сейчас зачитаю от одного источника, очень уважаемого в спецслужбах, информацию. Вот что он мне дал. Значит, перед любым публичным мероприятием специальные службы проверяют все объекты в радиусе 200 метров на взрывчатку, а крыши на расстоянии 1500-1900 метров. При этом ближний радиус до 500 метров находится под постоянным физическим контролем службы охраны. В данном случае, что мы видим? Снайпер спокойно стреляет с крыши в 150 метрах от митинга, при этом спокойно пронес туда винтовку, которую в пакет не спрятать. Вот профессиональный человек. Выстрелов было пять. Только после этого его убрал снайпер секретной службы. Пять или восемь, потом разберутся. Итог. Секретная служба полностью провалила охрану кандидатов в президенты США. Дали сделать пять выстрелов и только потом ликвидировали снайперы. Территория ближнего яруса не была даже под визуальным контролем. Все секретные службы под контролем государства. Охрана Трампа не имеет отношения к ним. Вывод. Покушение дали подготовить и реализовать, но случай или осечка, или замысел подавил Трампу жизнь и фактически победу в президентских выборах США. Теперь пойдем дальше. Значит, рассмотрим вопрос, кто заказал Трампа. Да, кому угодно. Мы рассматривали. То есть, я думаю, что, конечно, кто-то заказал его. Исполнение, на мой взгляд, возложили на психически неуравновешенного человека. Теперь уйдет ли Байден, и что теперь будет с Украиной? Вот вопрос. А что будет с Украиной? А это зависит от выборов США. Я с большим уважением отношусь к выбору граждан Соединенных Штатов Америки. Это их право, это их выбор. И я никоим случаем не собираюсь вмешиваться в их право и в их выбор. Единственное, что я скажу, поскольку я гражданин Украины, и никакого другого гражданства у меня нет, и страна у меня, и родина у меня одна, я прежде всего думаю о своей стране. А мысли о моей стране очень зависят от финала президентской гонки в США, от того, кто станет президентом, какие шаги он предпримет, как он будет относиться к Украине, к России и так далее. Много вопросов. Поэтому на сегодняшний день мы видим, что к финишу идут пока действующий президент Джозеф Байден и экс-президент Дональд Трамп. Поговорим по Байдену? Нет. Сначала поговорим по Трампу. До покушения у Трампа было немало противников в республиканской партии. Сегодня после покушения рейтинг Трампа не 99,9% внутри республиканской партии, а 299,9%. И сегодня мы можем абсолютно точно сказать, что кто бы ни был кандидатом от демократической партии, Дональд Трамп идет на выборы президента для того, чтобы победить. И дискуссии, идти ему или нет, больше никогда не будет. Что и подтвердит ближайший съезд, на котором он будет присутствовать. Это что касается Трампа. Мы имеем уже одного человека. Почему я сейчас это говорю? Потому что несколько программ назад я высказывал свою точку зрения. Я говорил, что на основании просто социологических опросов. Если идет Байден и Трамп, Байден может выиграть, но на сегодня он пока проигрывает Трампа. Если вместо Байдена идет кто-то другой, проигрывает Трамп. И поэтому для Трампа Байден очень желателен, крайне желателен. И все республиканцы, мне оттуда говорят, республиканцы обожают Байдена, желают ему долгих лет, чтобы он обязательно пошел на выборы. Потому что если вместо Байдена будет кто-то другой, на тот момент, когда я об этом говорил, Трамп проигрывал. Поэтому я говорил, что если не пойдет Байден, есть вариант, что не пойдет Трамп. После этого покушения Трамп пойдет обязательно. А теперь а что же Байдену? Задаю я вопрос. И на него сам отвечаю. На сегодня я разговаривал с очень влиятельными демократами. Значит, что они говорят? Практически все руководство демократической партии, не говоря уже о членах этой партии, убеждены, что Байдену нужно сняться с выборов. против семья Байдена, а именно жена Джилл, прежде всего, и сам Байден. А человека, который мог бы ему прямо в глаза сказать, Джо, не иди, ты проиграешь? Практически нет. Вели разговоры с Обамой, но Обама не решился на этот разговор. Вот это мне передали из США прям. Значит, моё мнение, моё мнение, на этой неделе Байден снимется с гонки. Я не настаиваю на своём мнении. Я говорю о том, что у меня есть это ощущение. потому что если Байден продолжит идти, я не знаю, что нужно сделать, чтобы победить Трампа. При том, что, знаете, что говорят республиканцы? Они говорят, что, конечно, если бы, ну, циничных людей хватает, но они говорят, если бы это покушение было за неделю до выборов, оооо, о лучшем даже мечтать нельзя. Но поскольку до выборов ещё есть время, то, конечно, не всё так однозначно. Да, шансы, если бы сегодня были выборы, ну, 60 на 40 или 70 на 30. Но время ещё есть, есть ещё суды, но они говорят, что суды не решатся теперь так судить решительно, как раньше, после этого. Тоже есть момент. в этой ситуации демократическая партия, руководство демократической партии, ну, конечно же, отдаёт себе отчёт в том, что они могут всё проиграть. Поэтому я уверен, что на этой неделе будет решительный разговор с Байденом, и Байден снимет свою кандидатуру. Посмотрим. Могу ошибиться, говорю, не настаиваю ни на чём. Рассуждаю вслух. Что ж, Да, говорят, до пятницы это может случиться, Дмитрий, так что уже в следующем нашем эфире мы с вами обсуждим. Да, я же говорю, неделя. В любом случае, меня же интересует Украина прежде всего. Украина меня интересует. Америка, пусть интересует американцев. У меня дети американцы, вот пусть их это интересует. У меня папа американец, пусть его это интересует. У меня другой страны, кроме Украины, нет. Поэтому меня интересует Украина. А в данном случае, конечно, я бы очень хотел, чтобы будущий президент США, кем бы он ни был, ну просто открутил бы Путину голову. Добавить нечего. Спасибо.